Привет! Сегодня мы будем с вами создавать открытку цветок ко дню матери. Нам необходимы ножницы, какая-то крышечка, также можно использовать стаканы, тарелочки различных диаметров. Нам необходимо еще картон, два кусочка. Накладываем на картон, обводим карандашом по диаметру круг, повторяем, два одинаковых нам необходимо. Далее мы вырезаем по контуру, нам необходимо два круглых картонных круга. Это будет основа нашей открытки. День матери в России отмечают 28 ноября в этом году, в 2021. И в ряде других стран отмечают в мае. Это очень здоровский праздник. И спасибо, что мама это очень главный человек в нашей жизни. Спасибо, что уделяется этому вниманию. И у нас есть возможность сделать для нее открытку. Открытка непростая. Далее мы берем цветную бумагу различных розовых оттенков. Обводим также круг, круг поменьше. Далее все это вырезаем по контуру. Тщательно, аккуратненько. Вот у нас получились такие круги. Далее круги поменьше. Обводим карандашом и вырезаем. Эта открытка очень простая. Ее можно сделать для детского сада, для поделки в детский сад, школу. Можно ее делать вместе с ребенком. Далее нам нужна зеленая цветная бумага. Из нее мы будем вырезать листики к нашему цветку. Листики мы вырезаем без какого-либо шаблона. Можно просто на вашу фантазию сделать резные зубчики. Можно просто вырезать овальные листики. Далее нам нужна такая глиттерная бумага блестящая. Она, конечно же, придаст праздничность, открытки. У меня золотой. Можно использовать любой другой цвет. Вот 4 круга разного диаметра у меня получились, 2 картонки. Далее нам необходим клей. Я использовала кристалл момент, потому что при высыхании он не оставляет желтых разводов, если где-то клей у нас вышел за границы. Мы приклеиваем два круга, чтобы открытка открывалась. Приклеиваем, приглаживаем и даем возможность высохнуть. На это уходит 5-10 минут. Вот у нас уже получилась такая книжечка. Далее берем самый большой диаметр круга цветной бумаги и приклеиваем. Тщательно намазываем клеем, таким же моментом кристалл. Но можно далее работать и с клеем ПВА. Просто он дольше сохнет и немного может ввести бумагу. Она может намокать и быть волной. Прикладываем, приглаживаем. Далее приклеиваем листики. Намазываем краешек клеем. Приклеиваем, приглаживаем. Можно клеить в любом порядке. Приклеиваем все оставшиеся листики. Далее приклеиваем следующий. Складываем круг на четыре части пополам, потом еще раз пополам и делаем надрезы с четырех сторон. Далее мы подготовили полотенце, свернули его в рулончик. Оно нам необходимо как мягкая подушка. Можно использовать кусок поролона. Здесь мы обрезаем уголки. Когда развернем, у нас получается вот такая форма лепестков. Берем карандаш и на этой мягкой основе немножечко проминаем, создаем объем лепестка. Берем следующий кружок по диаметру. Проделываем то же самое. Можно форму лепестков делать любую, какую вы хотите. Если делаете всю работу вместе с детьми, пожалуйста, смотрите за ними, чтобы с ножницами работали аккуратно. Делаем то же самое со вторыми лепестками. Далее третья деталь также вырезаем. И здесь карандашом тоже мы центральную часть прокалываем и лепестки проминаем, чтобы создать объем цветку. Это смотрится очень интересно. И четвертая, самая маленькая деталь. Желательно, чтобы лепестки были одной тональности, но какой-то темнее цвет, какой-то светлее. Но также вы можете фантазировать. Далее снова берем нашу глиттерную бумагу. У меня золотого цвета. И нам нужно вырезать прямоугольник с закругленными углами. Также нам еще необходимо вырезать кружочки. Это будут тычинки цветка. Их также прокалываем карандашом, немножечко сминаем, чтобы создать объем. Далее наклеиваем. Самый большой цветок промазываем клеем с обратной стороны по центру и каждый лепесточек у основания, чтобы лучше держалось. Приклеиваем. Берем следующую деталь, диаметром поменьше, в порядке очередности. Также клеем провазываем обратную сторону. Берем третью деталь по размеру. Наклеиваем, промазываем тщательно. И осталась у нас последняя четвертая деталь. Самая темная. Это нам необходимо для того, чтобы цветок был более фактурный. Приклеиваем наши кружочки из глиттера, как тычинки. Вот такая открыточка у нас получилась. Внутри мы можем еще вклеить, чтобы закрыть. Ну, более эстетично сделать. Подайте свою мамочку, дарите ей эту открытку. И подписывайтесь на наш канал.